Магистр международной разведки В Китае ему было суждено добыть важные документы, многие из которых оказали влияние на принятие стратегических решений руководством страны. И во многом стараниями советской резидентуры разведки, непосредственно резидента и чрезвычайного полномочного посла Александра Панишкина удалось оказать существенное влияние на планы японцев относительно их не вступления в войну. Мемориальная плита в честь советского разведчика выполнена из композитного материала с имитацией серого мрамора. Ее установили без привлечения бюджетных средств на деньги ветеранских и общественных организаций. Увековечивание памяти советских разведчиков стало для Самары доброй традицией. В прошлом году примерно в это же время в областной столице открыли две мемориальные доски, посвященные Кембриджской пятерке и почетному работнику органов госбезопасности Сергею Хумарьяну. Мы должны знать своих героев, наши дети, внуки и правнуки. Должны знать тех людей, которые по-настоящему делали славу не только нашему городу, но и всей нашей стране, нашей Родине. Великие люди. Они и рождались, рождаются и будут рождаться. Поэтому жизненный путь генерала Панишкина, он тому подтверждение. Память самарца генерала-майора Александра Панишкина была увековечена по просьбе общественных и ветеранских организаций города. Мемориальная доска открылась накануне столетнего юбилея службы внешней разведки Российской Федерации. В мероприятии приняли участие совсем юные жители Самары. Наравне со всеми живые цветы к мемориалу памяти возложили юнормейцы. Ольга Павло, Константин Головин. События.